Межведомственную рабочую группу На площадке этой группы мы собираемся работать над совершенствованием законодательства в этой сфере А также уже экспертами было предложено подумать над разработкой концепции развития медиации в России Я думаю, мы за эту работу возьмемся Сейчас Министерство юстиции всерьез занялось альтернативной процедурой регулирования споров Даже создан специальный отдел Министерства, который этим будет заниматься И в том числе медиация будет в нашей работе занимать такую серьезную роль Потому что мы считаем, что потенциал этого способа регулирования споров в нашей стране пока не используется В той мере, в которой хотелось бы Он, помимо, в принципе, его важной роли, которая может сыграть для снижения конфликтности в обществе Он позволит решить и ряд совершенно таких прагматичных проблем Как, например, снижение судебной нагрузки на суде Потому что если у нас все больше людей будут обращаться за решением споров к посредникам-примирителям, к медиаторам Это и к их выгоде будет с точки зрения нахождения более адекватных способов решения своих проблем Так и снизит нагрузку на суды А что, на ваше мнение, улучшает своим предпринимателям обращаться к медиаторам для регулирования споров? Ну, во-первых, я боюсь, что проблема первая в том, что мало кто знает о том, что такое медиатор То есть я всегда говорю о том, что когда скажешь слово «медиатор» Большинство людей в нашей стране представят приспособление для игры на музыкальном инструменте, такое треугольное А то, что медиатор – это посредник в регулировании спора Многие даже не знают, что есть такой институт Поэтому мы хотим, в том числе, уделить внимание и популяризации этого института И второй момент – это то, о чем я сегодня говорил в своем докладе Несмотря на то, что суды уже сейчас предпринимают при подготовке дел к судебному заседанию Рассказывают сторонам о преимуществах в существе применительных процедур, в том числе медиации Нужно сделать для сторон удобным Как только у них такая мысль возникла, чтобы они могли без дополнительных издержек сразу найти того самого медиатора, к которому обратиться И мы предлагаем ввести правила в законы медиации, согласно которым на Министерство юстиции будет возложена полномочия по введению списка организаций Ощеляющих деятельность по обеспечению процедурной медиации на профессиональной основе А в парциальных кодексе предусмотреть правила о том, что суд в том числе предлагает сторонам обратиться к кандидатурам организаций из этого списка, если у них нет своего медиатора Полагаем, что это тоже, в общем, когда сразу же будет у стороны, которая в принципе готова подумать об использовании такой процедуры Будет тут же и инструмент, и кандидат, к которому можно обратиться Это снимет определенный барьер для использования более активно этих процедур Как Вы думаете, планируется ли и нужно ли введение цифровых технологий в процедуру медиации? Дело в том, что в рамках программы «Цифровая экономика» сейчас разрабатывается специальный законопроект на эту тему Он посвящен онлайну регулированию споров Там как бы два момента Во-первых, создать базу для развития цифровых платформ по рассмотрению Прежде всего он посвящен, конечно, спорам с участием потребителей По рассмотрению претензий потребителей с использованием различных цифровых платформ И в том числе предусмотреть там такую опцию, как обращение к третьему независимой стороне, к медиатору Предлагается в рамках этого законопроекта изменение в закон о медиации Согласно которому все необходимые для оформления документы могут быть оформлены с использованием таких же цифровых платформ Поэтому это уже сейчас стоит Работа над этим законопроектом завершается И в рамках реализации программы «Цифровая экономика» в ближайшее время будет внесено в правительство этот законопроект Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова